Были артисты, которые к вам относились бескорыстно, вот вы чувствовали, или... Да, да, абсолютно. Я могу назвать их, и Вера Глаголева, и Зиновий Герд, который называл меня художественным руководителем денег, и Никулин, и Слава тот же Говорухин, и Саша Збруев. Опять повторяюсь, Таривердеев. Есть приличные люди. Да, да. Да не то, что приличные, десятки приличных людей, ради которых я все это и делал. И я повторяю, если бы не пограничная зона с жизнью, может быть, и не вышла бы эта вся история. Может быть, я бы и никогда не... Потому что меня по сей день мучает вопрос правильности совершенного. И каждый раз, когда все дело отдаляется, как все же видится издалека, я начинаю убеждаться, что правильно. Ничего страшного в этом нет. И что достаточный всплеск вокруг Олега Ивановича заставит разобраться в нем и как в человеке, и как в артисте. И от этого он станет интереснее и глубже. А разбираться в «Вермольнике» не надо, потому что там ничего нет. Разбираться в «Абдулове» надо, потому что это авантюрист. Его надо рассматривать... Игрок. Его надо рассматривать помимо как актера, как авантюриста, игрока. Но надо четко понимать, что этот авантюрист принес много зла окружающим его людям. И это тоже надо понимать. И ничего страшного в этом. Спасибо. Спасибо.